Международный танцевальный фитнес-форум в Челябинске в очередной раз доказал свою популярность, собрав на своих площадках сотни участников. В их числе и профессиональные педагоги, и действующие танцовщики, и просто любители. Их, кстати, большинство. За 13-летнюю историю проведения форума вкусы поклонников менялись. Хореограф из Германии Анастасия Александриди работает с разными возрастными категориями. И танцуют на ее занятиях как юные, так и совсем взрослые ученики. У каждого преподавателя свое направление, свой почерк, свой цвет в движении. У меня очень много рук в хореографии. Это делает хореографию гораздо интереснее и веселее. И это тренинг на позвоночник, на растяжку, стабильность торса, потому что, когда мы взрослеем, самое трудное взрослым людям – это удержать баланс, удержать равновесие. У них очень-очень легко кружится голова. Этот тренинг помогает, давайте скажем, не стареть или стареть красивее. Хореограф Александр Ошкин в этот свой приезд вдохновлял профессиональных инструкторов. Я обычно мучаю еще больше. Просто хотел показать, опять же, и танцорам, и фитнес-инструкторам, что фитнес – это интересно. Просто многие, особенно педагоги по фитнесу в регионах, начали грустить, потому что они «Ой, степ опять, аэробика, там одно и то же, там не одно и то же». Там в этом можно копаться вечно. Плюс добавлять чуть-чуть себя, добавлять чуть-чуть танцевальных направлений, и это может сделать интересно, но это надо делать грамотно. Это называется фристайл-направление в степе в аэробике, потому что это не какой-то формат, это фристайл. То есть я делаю, что я хочу, но основываясь на базе. Вот. Это очень популярно в Японии, в Америке, во Франции, в Амстердаме, в Италии. Там на конвенциях стоит по 2000 человек, и все просто фанаты вот этого. То есть, когда я приезжаю в какие-нибудь регионы и смотрю, что люди не умеют ходить по степу, я говорю, как? Как? Это сейчас просто актуально. Это просто сейчас вот, я не знаю, это самый вот писк, это самый... Здесь работает мозг и тело, и дух, и просто это просто развитие на все там миллион процентов. Сам Александр достиг такого уровня мастерства, что даже рядовой урок степ-аэробики превращается в интересный рассказ о жизни. Мой степ – это не только движение. В моем степе можно прочитать политическую ситуацию, моду, не знаю, загрязнение воздуха, что сейчас творится. Все это в моем степе, я закладываю туда, это как код. Кого надо, тот поймет. Вы даже идете по улице, и шум города, там люди говорят, в машине там ездят. Это тоже музыка. И вы шагаете в эту музыку, вы танцуете. То есть, ну, для меня танец, он всюду, и музыка всюду. Улучшение осанки и координации, поддержание физической формы и хорошего настроения. У каждого из участников свой стимул заниматься танцами. Но всех их объединяет эмоциональная составляющая этого процесса. После тяжелой работы, учебы, прийти и снять. Я вот прям занималась целый час, у меня были мурашки, это очень круто. Масштабы поражают, конечно, не всегда такие мероприятия, так по близости. Как в Челябинске, да, когда можно сесть и приехать, и поучиться у профессионалов. Прямо заряд энергии, это очень потрясающе. У нас в Кургане вообще, в принципе, такое очень редко бывает, такое мероприятие. И для нас мы цепляемся за каждую возможность, чтобы схватить, выучиться и стать лучше, конечно. Саморазвитие самое важное. Я думаю, что очень много выводов для себя мы сделаем. С завершением форума танцевальная жизнь в городе не прервалась. Вдохновленные на новые творческие поиски, Челябинские поклонники танцев отправились отрабатывать полученные знания.